Был вынужден сворачивать большую часть программ. На фоне серьёзных экономических проблем в правительстве СССР проходили совещания по поводу принятия программы развития нанотехнологий. Считалось, что это одна из важнейших деятельностей, которая должна быть в науке и в технологиях в перспективе. Но вы знаете наши трудности, которые возникли после середины 80-х годов. И как-то это всё постепенно сползло на нет. В 1984 году в кинопрокат выходит первый фильм из трилогии о Терминате. Фантастический боевик о войне людей с роботами, обладающими искусственным интеллектом. Во второй части фильма один из героев был сделан из жидкого металла и мог по желанию приобретать различную форму. Зрителей этот факт не удивил, ведь речь шла о фантастике, а там можно встретить и не такое. Однако учёным уже в середине 80-х стало ясно, что создание чудо-материалов, в том числе и жидкого металла, возможно в не очень отдалённом будущем. Там был жидкий металл с памятью формы, то есть как бы Терминатор восстанавливался в том же обличье, в котором он был до того, как его очередной раз разрушали. Ну, я думаю, что это безусловно элемент фантастики, но всегда вот эти фантастические идеи, они реализуются на практике, но, конечно, несколько другой формы. В 1987 году в СССР началась разработка секретной программы под названием «Искусственный интеллект». Ответственным за неё был назначен сотрудник Министерства вычислительной техники Александр Васенков. Одной из задач было создание беспилотного самолёта, беспилотного, скажем, транспортной телеги, которая могла быть и БМП, и танком, которая могла определять наличие мин, видеть противника, выбирать местность, это была целая большая программа. К работе над этим проектом были привлечены силы всех крупных институтов страны. В военно-промышленной комиссии были представлены доклады о колоссальных возможностях, которые открывало данное направление. Однако к началу 90-х годов финансирование работ в сфере высоких технологий практически прекратилось. Между тем, Министерство обороны США уже ожидало первых результатов исследований в области микроэлектроники и наноматериалов. «Нанопокрытие, нанопорошки позволяют реализовывать новые, невиданные ради свойства, ранее свойства. То есть речь идёт о том, что техника, но в частности летательные аппараты, могут выдерживать очень серьёзные, большие перегрузки, которые свойственны выполнению лёдотехнических заданий, работать в условиях повышенных температур, для которых обычные материалы, те материалы, которые изготавливаются по традиционным технологиям, в общем-то, не приспособлены». Совершенно секретно. 25 ноября 1995 года. Министру обороны США Уильяму Перри. Изучив данные, предоставленные лабораторией передовых научных исследований, можно с полной уверенностью сказать, что нанотехнологии, способные радикально изменить баланс сил в большей степени, чем ядерное оружие. Применение новых конструкционных материалов в авиакосмической сфере позволит выполнять сверхсложные боевые задачи, в том числе и разведывательного характера. Член Объединённого комитета начальников штабов Дэвид Джеремайя. В 1996 году в России принимается первая программа по развитию нанотехнологий. В ней впервые уделяется серьёзное внимание их применению в военной сфере. Были впервые спланированы фундаментальные поисковые работы, причём к уже названным областям развития вооруженной и военной техники, можно отнести и развитие нанотехнологий в области электронной компонентной базы. Были добавлены вопросы, связанные с заметностью вооружения, вопросы, связанные с разведкой революционной, химической и биологической обстановки. Сегодня наноэлектроника позволяет сделать почти идеальной точность наведения и попадания систем наступательных вооружений. Встроенные компьютеры становятся ничтожно малы, что в десятки раз уменьшает размеры военной техники. Искусственный интеллект может управлять беспилотными самолётами и самостоятельно решает боевые задачи. Пехотенец, находясь в боевом пространстве, становится практически неуязвим. Скажем, можно или нельзя сделать такую оболочку для нас, в которой рано бы заживали сами по себе, а может быть даже и не возникали, к примеру. Можно или нельзя сделать так, чтобы солдатам вообще незачем было бегать по полю боя, а можно было бы уже в мозговых центрах как-то сделать так, чтобы оградить население от всяких неприятностей. Ведь за этим же нужна армия, правильно? Как и во времена Холодной войны, в третьем тысячелетии, жизненно важным становится вопрос, кто первый сможет осуществить прорыв. Изменения в области стратегии и тактики применения вооружённых сил следует ожидать спустя 10-15 лет, когда и можно ожидать создания ныне неизвестных, неприменяемых систем оружия. Речь идёт о микросистемной технике, о микроаппаратах, вот известны такие понятия, как живая пыль, умная пыль, которые заставят военную науку и практику искать новые методы и способы боевого применения вооружённых формирований. Сегодня военные могут строить только приблизительные прогнозы того, как изменится военная стратегия через 20-30 лет. С каждым днём учёные преподносят им всё более неожиданные открытия. С появлением нанотехнологий соперничество России и США вышло на новый виток. По заказу военных учёные начали исследования сразу по нескольким направлениям. Экипировка солдат, системы связи, снижение заметности и робототехника. К 2000 году правительство США получило настолько впечатляющие данные о возможностях нанотехнологий, что эти работы получили государственное финансирование в размере 500 миллионов долларов. Всего через год американцы выделили на развитие этих проектов уже в три раза больше. Всем известна та программа, которая реализуется в Соединённых Штатах с 2000 года, получившая название «Наноинициативы», которая предусматривает и вложение больших средств, и ещё одно важное обстоятельство, что в этих огромных расходах известная доля отводится и в военном исследовании. Почти одновременно с американской в России принимается федеральная программа под названием «Боец 21 века». Согласно ей, к 2015 году конструкторы должны создать экипировку третьего поколения с учётом новейших научных достижений. Униформа «Солдата будущего» станет сложным комплексом микроэлектроники и наноматериалов. Называется она сейчас, это наноткани так называемые. Вот, что это за наноткани? Это ткани, которые модифицированы специальными частичками, скажем, или коллоидного серебра, или цинка, или ещё чего-то. Вот, которые позволяют сделать так, что, ну, не будет гангрены. Ранения будут, но гангрены нет. Потому как не будут заводиться и жить микроорганизмы. Сотни микродатчиков, встроенных в шлем, будут определять местоположение бойца, распознавать замаскированного противника, передавать данные, видимые в прицеле автомата прямо на командный пункт. Форма превратится в некую молекулярную оболочку, которая будет отслеживать состояние солдата и оказывать ему необходимую помощь. Российские учёные уже имеют опытные образцы уникальных тканей. Здесь может сыграть существенную роль то, что называется на современном языке система сенсоров. То есть это такие приборы, которые контролируют состояние вашего организма, давление, состав крови в данный момент, там выделение адреналина, функционирование там печени и других органов. Для создания столь уникальных аппаратов объединились физика, химия и молекулярная биология. Когда мы перейдём на наноуровень, эти объекты можно будет совершенно биосовместимым образом внедрить в человеческое тело. И у вас будет, как в современном автомобиле, такой разъём. Вы подключаете...